Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Правовое поле». Сегодня мы говорим об актуальном с прокурором Чувашской Республики Андреем Фоминым. Здравствуйте, Андрей Валерьевич! Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители! Андрей Валерьевич, вопросы для вас от наших радиослушателей и телезрителей поступали к нам в социальной сети ВКонтакте, в группах национального телевидения и радио, под постами, а также в личных сообщениях. Вы, как и мы, ежедневно работаете с людьми. И тоже, как никто другой, знаете, в какой поддержке нуждаются люди, что у них болит, о чем они беспокоятся. Этот год, 2023, уже приближается к своему экватору. И вот с какими вопросами вам чаще всего приходилось работать в 2023 году, Андрей Валерьевич? В этом году количество жалоб и обращений граждан в органы прокуратуры несколько снизилось, но их количество все равно еще остается значительным. Больше всего было обращений и жалоб на действия, исполнительные действия службы судебных приставов. Было много вопросов и обращений по функционированию ЖКХ. Это были и обеспечения лекарственными средствами и средствами реабилитации инвалидов, в защиту прав несовершеннолетних. Ну, в общем, весь спектр вопросов, которые людей интересуют, с которыми они сталкиваются. Мы очень внимательно работаем со всеми обращениями граждан. Угу. Остались ли вопросы по частичной мобилизации? Много ли обращений от членов семей бойцов специальной военной операции? Какие права приходится помогать им отстаивать? Всего с начала специальной военной операции в органы прокуратуры поступило 269 обращений. Это начиная с февраля прошлого года. В основном люди обращались, конечно, за разъяснениями тех вопросов, которые у них возникали, подлежат ли они призыву, есть ли какие-то медицинские показания, есть ли основания для отсрочки от призыва по мобилизации. Со всеми этими вопросами мы разбирались, всем давали мотивированные ответы. Часть обращений мы рассматривали вместе с нашими коллегами с Казанской военной прокуратуры, с прокуратуры Казанского военного гарнизона, с Ульяновской военной прокуратурой. Сейчас акцент несколько сменился на социальные гарантии военнослужащих участников специальной военной операции, социальные гарантии их близких, родственников. То, что сейчас положено, это выплаты, это пособия, это различные льготы, которые предоставляются. Ну, обращения такие есть, получается? Да, они идут, мы очень внимательно к ним относимся, ко всем. Это сокращенные сроки, то есть такие обращения у нас рассматриваются в трехдневный срок. Одним из первых сообщений оставил Андрей Тимофеев. Вот какой у него вопрос. Просим вас рассказать, что стало самым запоминающимся в работе прокуратуры в Чувашии в 2022 году, проверка события, какие задачи стоят перед прокуратурой 2023 года, в том числе в период специальной военной операции, тоже вопрос связан с СВО, какие меры защиты прав предпринимателей будут приняты прокуратурой для экстренного незамедлительного реагирования по обстоятельствам нарушений законности в этот сложный для страны период. После объявления специальной военной операции, конечно, мы в первую очередь занимаемся вопросами соблюдения прав мобилизованных, работы предприятий обороны промышленного комплекса, решая вот эти поставленные задачи, которые ставит перед органами прокуратуры президент Российской Федерации и генеральный прокурор. Основные задачи – это соблюдение законности в сфере обороны промышленного комплекса, это защита социальных категорий граждан, это исполнение национальных проектов и освоение бюджетных средств выделенных, социальная поддержка населения, особенно уязвимые и социально незащищенные категории. По защите прав предпринимателей, действительно, санкционное давление очень сильно сказалось на этом направлении. Сейчас вот какая работа по предпринимателям у вас ведется в прокуратуре? В сфере поддержки предпринимательства и правительством страны, и правительством республики принят целый пакет. Это и льготные налогообложения, и различные каникулы, это и выдача субсидий, поддержек. Там очень много, целый пакет, и поэтому предприниматели часто обращаются вот за разъяснением каких-то вопросов. Ну, иногда сталкиваются с такими проблемами, которые не разрешаются на региональном уровне, и тогда мы ставим об этом в известность федеральные структуры, чтобы на это тоже обратили внимание. В целом, я советую всем предпринимателям, если есть какие-то вопросы, через уполномоченного по правам предпринимателя обращаться в прокуратуру, не стесняться. Мы все вопросы очень внимательно рассмотрим. Андрей Валерьевич, совсем недавно при участии вашего ведомства и огромной работе, проделанной совместно с правительством Чувашии, сразу 89 детей-сирот получили долгожданные квартиры. Несколько лет назад, например, трудно было даже такое представить. Какие меры понадобилось принять, чтобы очереди за жильем для совершеннолетних сирот становились меньше? И предел ли это? Возможно, вы уже готовите какие-то новые механизмы, чтобы вот эта очередь двигалась еще быстрее? Этой проблемой мы занимаемся с 2020 года. Тогда ситуация была, ее можно было назвать критичной, потому что из тех бюджетных средств было 470 миллионов выделено на покупку и приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Ну, было освоено, наверное, не больше 30 процентов. Остальные средства были возвращены в бюджет, потому что они не смогли их реализовать. И начиная с 2020 года совместно с органами власти, с органами местного самоуправления, мы различные механизмы прорабатывали. И то, что вот произошло вот это вот событие очень приятное, когда у нас одновременно 89 человек получили из этой категории, получили квартиры, причем новые квартиры получили, это вот результат вот той работы, которой мы занимались на протяжении двух лет. У нас больше двух тысяч детей нуждается, людей вот этой категории, из категории детей-сирот нуждается. Из них 1361 имеют реальное право. Ну и соотнести вот 89 квартир, конечно, это не так много. Но мы двигаемся в этом направлении. Каждый год при уточнении бюджета сумма, которая закладывается в бюджет республики на приобретение квартир, она увеличивается. В прошлом году это было 500 миллионов, в этом году уже 649 миллионов. Мы в этом году планируем приобрести 315 квартир. Конечно, это не так много, хотелось бы больше. Но самое главное не только найти деньги, надо их еще и реализовать. Мы разные способы использовали. Это не только покупка жилья через объявление конкурсов на вторичном рынке. Мы использовали такой же способ, как получение жилищных сертификатов. Это позволяет определенной категории улучшать свои жилищные условия. Потому что, ну, проходит время, люди как-то свою жизнь устраивают, у них рождаются дети. И получив жилищный сертификат, его можно использовать вместе с материнским капиталом, вместе с имеющимся уже в сумме. И улучшать свои жилищные условия гораздо, ну, так как удобно. Там, в том месте, где его человеку удобно, где он привык жить, это вот одна из форм. Следующая форма была, это через использование эскроу-счетов. Несколько раз, почему не состоялись, не могли состояться конкурсы, слишком цена за один квадратный метр, предусмотренная постановлением правительства республики, она не соответствовала рыночной цене, поэтому интереса к таким торгам не проявлялась. И несколько раз мы возвращались к этому вопросу, она последовательно поднималась, эта цена. И вот эти вот квартиры, они как раз были по другой форме реализованы. Это деньги были размещены на эскроу-счетах застройщика. И это позволило на начальном этапе по более дешевой цене закупить такое количество квартир. Сейчас там, конечно, стоимость квартир в этом доме значительно превышает тех, которые мы покупали на начальном этапе. Все эти формы, они работают. Сейчас мы работаем над тем, чтобы расширить возможность использования жилищных сертификатов по снижению категории. Там сейчас возрастной ценз с 23 лет. И человек, если при наличии стабильной работы, отсутствии проблем с законом, он имеет на это право претендовать. То есть сейчас как бы есть предложение снизить этот возрастной ценз с 21 года. Плюс предусмотреть такую категорию, что у нас не все могут работать. И те, кто ухаживает за инвалидами первой группы, сами являются инвалидами первой и второй группы, не могут работать. То есть вот эту категорию расширить. Еще с законодательной инициативой выходила прокуратура. Это тоже было поддержано нашим госсоветом. Не так давно были внесены изменения в закон Чувашской республики. В первоочередном предоставлении жилищных сертификатов из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, тех, кто участвует в специальной военной операции. Возвращаемся к вопросам от наших телезрителей. Сергеев Сергей Александрович, житель города Чебоксары, интересуется. Я неоднократно обращался по вопросу усилению защиты Лакреевской дубравы в границах парка Лакреевский лес в Чебоксарах. Но меры не принимаются. Дело дошло до того, что сооружения, которые имеют отношение к вещевому рынку ярмарка, строят без каких-либо отступлений прямо по границе, которая разделяет территорию парка и рынка. Причем в непосредственной близости от растущих несколько десятков лет деревьев. Прошу проверить законность утвержденного проекта и проводимых строительных работ. Кроме того, непосредственно рядом с территорией парка имеется опасный овраг, который с каждой неделей увеличивается. Не на каждом участке есть предупредительные ограждения и знаки. Работа по предотвращению оврага образования никем не проводится. Решением Ленинского районного суда города Чебоксары в январе 2018 года был удовлетворен иск прокурора Ленинского района об опизании провести укрепительные мероприятия в обраге, расположенном на указанном земельном участке. Данное решение находится в межрайонном отделе УФССП на принудительном исполнении. В настоящее время должником по исполнительному производству является акционерное общество группа КСК. Определением Ленинского районного суда ответчику предоставлена отсрочка исполнения заочного решения на срок до декабря 2024 года. Также рассмотрено исковое заявление группы КСК об устранении препятствий в виде аварийного коллектора. По этому решению определением Ленинского районного суда утверждено мировое соглашение, согласно которому администрация города обязалась в срок до 31 декабря 2024 года устранить препятствия в виде аварийного коллектора путем выполнения строительно-монтажных работ и по строительству новых очистных сооружений ливневых стоков. Земляные работы по засыпке оврага твердым грунтом, они предполагаются после строительства очистных сооружений, и этот овраг будет засыпан в добровке оврага с восстановлением плодородного слоя. Спасибо большое вам, Андрей Валерьевич, за открытую честную беседу. Мы ждем вас всегда в прямом эфире национального радио и национального телевидения. Спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует...